Всем привет! Вы на канале Боксерская Правда и сегодня в этом видео мы с вами разбираем некоторые технические моменты возможного реванша между Энтони Джошуа и Александром Узиком. Будем надеяться, что этот поединок все-таки состоится. И на что я сегодня хочу обратить ваше внимание. Смотрите, буквально где-то две недели назад, примерно, да, в инстаграм-аккаунте Энтони Джошуа появилось видео там, где он готовится к поединку с Александром Узиком. И там были элементы борьбы у него на видео, да, то есть он там боролся с парнями в стойке, то есть намекал на то, что как будто бы к реваншу будет делаться акцент именно на ближнем бою, на том, чтобы все-таки как-то связать заоборот Александра Усика, отобрать у него силы, вот эти вот все моменты. То есть, с одной стороны, непонятно, да, зачем это выкладывать, возможно, это какие-то хитрости, которые нужно держать в тайне, да, и применить уже непосредственно в реванше. Но, с другой стороны, если это показано, если тренировка такая была, значит, она действительно имеет место быть в тренировочном процессе. И эти моменты реально надо использовать в реванше. Ну, мы же прекрасно сами понимаем, что Энтони Джошуа в этом реванше нужно что-то менять. То есть, показывать ту любительщину, которую он показывал в первом бою, играя и ведясь на игру Александра Усика, на вот эту вот тему, да, которая привычна и удобна ему. Ну, в этом нет никакого смысла. В любом случае, в такой манере Энтони Джошуа в поединок свой реванш свой проиграет. Поэтому нужно что-то менять. Возможно, добавлять какой-то силовой бокс, в том числе на ближней дистанции. И поэтому давайте мы с вами разберем этот момент, именно ближнюю дистанцию в реванше возможную. Где и как Энтони Джошуа может применить борьбу, и как она ему может вообще помочь. Вначале я для вас подготовил некоторые нарезочки, как всегда я это делаю, из первого поединка ихнего, да. Я вам покажу некоторые моменты именно борьбы вблизи. То, как связывал Энтони Джошуа Александра Усика, каким образом он работал. Получалось у него что-то, не получалось. Как габариты боксеров именно вблизи, вблизи сочетались. Несколько моментов буквально давайте мы с вами быстренько разберем. Кстати, видеофрагменты были взяты мною из открытого источника. На ютуб канале я нашел видео, ссылочку оставлю в описании. Переходите, ознакомьтесь с контентом, подписывайтесь и так далее. Использовать данные видеофрагменты я буду в рамках добросовестного использования контента. Есть такое понятие. Там будут присутствовать, ну в итоговом ролике будут присутствовать мои комментарии. Соответственно, это совсем новый продукт. Ну, надо эти моменты было, ребята, все-таки проговорить. А начнем мы с атаки Александра Усика, после чего Энтони Джошуа его связал. Интересная атака Александра. Кстати, давайте ее разберем, пользуясь случаем. Давайте разберем. То есть, передняя рука Александра работает. Обратите внимание, он свою левую руку прячет, забрасывает ее снизу. То есть, сначала передней рукой он закрыл обзор Энтони Джошуа, прошу прощения. И дальше, смещая голову с линии атаки или контратаки соперника, с подшагом он пробивает слева. Смотрим. Бам. Обратили внимание, да? Голова убрана с линии атаки. Удар прошел, Энтони Джошуа его не ожидал. Да и, в принципе, не видел, потому что замах как осуществлялся, да? Вы видите, как заходила рука вообще. Отлично. Через руку пробил. И дальше, что делает Энтони Джошуа? Разбираем тему связывания, да? Просто, просто левую руку одевает на затылок и пошел давить вниз. И давит он довольно-таки успешно. Вы видите, как он нагибает Александра Усика, да? И дальше того обнимает. Правую руку прихватил, левую, вернее, руку прихватил своей правой рукой. То есть, в принципе, связать Александра у него получается за счет габаритов неплохо. Неплохо. Он при этом еще и разворачивает себя, да? То есть, он как бы заходит сбоку. То есть, эти элементы, наверное, готовил он и в первом поединке, да? Ну, перед первым поединком, я имею в виду. Возможно. Смотрим дальше. Снова. Здесь пошел удар от Александра. Сили, не сильный. Не важно, это очень. И здесь, смотрите, как Джошуа Давид. Давид, у него очень сильные руки. Он мощный. Он прям, прям сдавливает Александра. Видите, как ему тяжело. Смотрите. Потянул, потянул на себя. Здесь реально габариты играют роль. Ну, и рефери здесь, в принципе, молодец. Он разводил постоянно них. Только клинч, он сразу их разводил. Дальше. То же самое. Передняя рука достает. В подбородок. От Саши. И здесь, опять же, предплечье на затылке. И давление, давление вниз. По сути, срабатывает, срабатывает, да? Ну, и вот, в конце момент, ребята, я вам хотел показать. Контр-атака от Энтони Джошуа по корпусу. Не попал он здесь точно. Где-то в район бедра, да? Где-то цепанул удар справа. С подшагом, да? Вроде бы как удар. Да, маленький был подшаг. Но не это самое главное. Не то, что там атака по корпусу. Вернее, контр-атака по корпусу. А то, что Александр после этого начинает смещаться назад. И Энтони его замыкает здесь канатом. И сам Саша, сам Саша здесь клинчует. Обратите внимание. Вот. Саша был инициатором этого клинча непосредственно. То есть, можно разобрать момент еще до этого удара по корпусу, да? Но, тем не менее, тем не менее, наглядный момент, который показывает, что с помощью контр-атак по корпусу, в принципе, Александра можно попробовать замкнуть у канатов. Куда там удары пришлись, это уже вопрос другой. Можно и в резинку пробивать, да? И вряд ли рефери будет там реагировать на эти удары. Вот такая вот небольшая, ребята, видеонарезочка. Итак, мы с вами видели, что габариты реально влияют в ближнем бою, да? Джошуа спокойно может связать Александра Усика, наложив свою руку на голову сверху своего предплечья, надавив им. В принципе, Александр поддается, поддается этой борьбе. И ее нужно применять в реванше. В любом случае, Энтони Джошуа просто обязан ее включить, как в план А, Б. Я не знаю, каким этот планом будет у него, но в любом случае нужно ее включать. Что она может дать? Ну, смотрите. Во-первых, можно просто элементарно Александра Усика с помощью борьбы заталкивать его к канатам. Элементарно. То есть, допустим, Александр в атаке, да, прыгает со своей комбинацией. Энтони Джошуа просто из нырка прыгает в клинч и заталкивает Александра Усика к канатам. Это делал тот же самый Дерек Чисора. Понятно, что Усик в поединке с Чисорой и Усик в поединке с Джошуа, это два разных Усика. Но, тем не менее, технически эти моменты возможны. Чисора там вообще загонял беса, я вам так скажу. Что там происходило? Когда Усик двигался по кругу и уходил от Чисора, Чисора просто ставил свою левую руку, как шлагбаум. Закрывал ему проход и возвращал его обратно перед собой. И там пытался уже доработать. То есть, до смешного доходило. Я не думаю, что Энтони Джошуа будет действовать подобным образом. Хотя, в принципе, на вооружение данную тактику он может взять. То есть, ребята, повторяю вам. Смотрите, Усик атакует, да. Вместо того, чтобы уклоняться от каждого удара Александра Усика, Энтони Джошуа просто делает нырок и направляется сразу, прижимается к Александру Усику. Просто хватает его даже элементарно за корпус. И зажимает его плечом канатов. Там уже отпускает, там уже ему вязать, в принципе, незачем. Потому что, если он начнет давить дальше, скорее всего, рефери будет их разводить. Скорее всего, да. Поэтому ему нужно отпускать уже Александра Усика, который находится, в принципе, отрезанным от пространства. И там уже дорабатывать апперкотами, которые у него есть. Либо, допустим, боковые удары, да, вблизи. Ведь Энтони Джоша очень неплохо пробивает, допустим, левый боковой. У него есть в арсенале. То есть, куда там удары уже придутся? В блок, допустим. По рукам, по плечам, допустим. Там, по корпусу. В резинку по корпусу. Как вариант тоже. Могут удары прийтись. Поэтому это все будет работать. Такая вязкая борьба, давление Энтони Джошуа, оно будет влиять, конечно же, на судей. И судьи могут быть благосклонны к нему. Если в такой возне будет проходить бой, то я не знаю, кто будет удачлив больше вблизи. То есть, эта тактика, я не говорю, что она просто измотает Александру Усика. Скорее всего, нет. У Саши очень хорошая выносливость. Потому что, насколько я знаю, в своем тренировочном процессе борьбу он тоже включает. Поэтому это ему не чуждо. То есть, с точки зрения функционала, я даже не знаю, кто первым устанет. Возможно, Энтони Джошуа больше устанет. Потому что, все-таки, его конституция дела. Изначально это больше гликолектические мышцы. Переработать их полностью все там какие-то борцовские, ну, это очень сложно. Проблемы раньше у него были. Поэтому я не думаю, что эти проблемы прям полностью уже испарились. Как бы он не тренировался там, как бы он там не боролся. Я думаю, в любом случае, это будет для него очень тяжелая задача. Поэтому вряд ли он будет рассчитывать на то, чтобы измотать. Скорее всего, тут чисто технически он будет использовать эти моменты. Что все-таки затолкать, выбрать для себя удобную позицию. И там уже работать. И Энтони Джошуа, кроме того, что умеет сам неплохо клинчевать. Он умеет и противодействовать неплохо этим клинчам. То есть, здесь это может пригодиться в плане том, что, когда Энтони Джошуа уже замкнет. Или толкнет к канатам Александра Усика. Их захочет, допустим, его уже отпустить работать. А Александр сам захочет его связать и попробовать с помощью, допустим, этого клинча уйти. Все-таки от канатов как-то развернуться, не знаю. Вот тогда Энтони Джошуа может сам его оттолкнуть. И типа, подожди, мне это все выгодно. Я тебя оставляю здесь. Давай я как бы здесь сейчас поработаю. Я не говорю и не утверждаю, что все эти фишки, эти задумки, да, они все прокатят в поединке, в реванше с Усиком. Нет. Я думаю, здесь все будет очень сложно для Энтони Джошуа. В любом случае будет сложностью. Но, ребята, попробовать, попробовать он просто обязан. У него нет выхода. Ему надо что-то менять. Ему очень нужно будет в реванше использовать по максимуму свои конечности, да, преимущество в габаритах, что касаемо дальней дистанции. Хотя бы попробовать, попробовать. Очень хороший отработа джеб. Я не знаю, получится, не получится, но попробовать стоит. То есть, брать хотя бы какие-то очки за счет просто преимуществ в габаритах. А когда Саша будет заходить, ему нужно, опять же, да, с подныриванием, с силовыми контратаками, начиная с корпуса, допустим, а там уже добавляя, да, как-то комбинируя. Жестко пробивать, после чего клинчевать и заталкивать к нанатам. И там уже дорабатывать. Вот только такая тактика, только такая тактика может, в принципе, дать возможность Антони Джошуа взять большинство раундов или дать повод судьям взять большинство раундов, опять же, в этом реванше и в целом взять бой. Вот как-то так я вижу эту, ребята, ситуацию чисто технически. Поэтому пишите ваши комментарии, что вы думаете относительно вот такой вот темы работы в ближнем бою, борьбы. Вписывайтесь на мои каналы, на этот Боксерская Правда Про и на основной мой канал Боксерская Правда, обязательно, на котором больше подписчиков, ссылочка будет в описании. Вписывайтесь на мой инстаграм, там, где провожу интервью с интересными топовыми боксерами и не только. Не забывайте врубать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это очень важно для развития канала. И всегда говорите правду. Пока! Пока!